Ола, мигасы, вечер, добрый, с вами Квантом, с вами Кратос и с вами Филиппин, и добро пожаловать в это Преочищи в GTA 5 онлайн. Всем привет! Сегодня у нас 9 машин, по 3 машины для каждого участника, каждый должен спрятать свои машины как можно лучше на такой огромной территории. Что из всего этого получится, смотри дальше, ну а мы будем начинать. И по-прежнему для того, чтобы все было честно, мы заходим в настройки и в настройках отключаем радар. Да, тем самым мы не видим, кто куда поехал придать машины, мы начинаем. Три наших машины, вот-вот и вот. С чего начнем? Давай начнем с ИСи классика. Сегодня необычная серия, потому что мы ищем машины не на мотоциклах, как это бывало раньше, не пешком и не на велосипедах. Сегодня машины ищем на джетпаках. Если тебе такой формат понравится, ты напиши обязательно об этом в комментариях и поставь лайк, чтобы мы знали, понравилось тебе и стоит ли такого формата в таком направлении работать дальше. Территория поистине очень большая. Прятать можно где угодно машины, но и потому что машины ищем на джетпаках, все по-любому будут летать сверху. А это значит, что маленькие машины можно запихивать в кусты куда-нибудь или вот под елочки или под камни. Весь этот периметр, весь этот каньон, все это ущелье сегодня участвует в игре. Вот в любом месте можно наверх заехать, можно сюда наверх заехать и там можно спрятать машины. Что за хрень? Ты что подсматриваешься? Опять на елках сидишь у шлепок? Ой, пофигу вообще, пусть он в кустах стоит здесь. Пойдем за другой тачкой. Следующую машину берем огромный бигфут на огромных колесах. Его-то нам нужно спрятать как можно лучше, потому что это самая такая угрожающе опасная машина. Вот сюда его поставлю, пусть он здесь стоит. Типа спрятал. Я вообще пофигу. Идеальное место. Ну что, остается еще одна машина. В принципе, бигфут в таком тупом месте. Можно вообще в задорожный тоннель спрятать машину, там ходят поезда, это вообще не самая лучшая идея. И как бы, мне кажется, первым делом проверят именно тоннель. В первый раз у нас такая большая территория. Обычно у нас территория очень маленькая. Так как, ты знаешь, она ограничена каким-то квадратом в городе. А в этот раз просто огромный каньон. Ну, как бы, говорю, если тебе такой нравится, такой формат, то ты напиши об этом и... Да, напиши и можешь лайк поставить. Попробуем, если ты поднимался так долго, и поэтому уезжать отсюда, ну, нет смысла уже. И поэтому просто... Падла. Это была моя идея. Ну, почему это была моя идея? Я спалил его на куху, и он спалил мою на куху. Ну, какого фига? Что за обида? Все-таки, кажется, я неплохо Бигфут спрятал. Не зря я его туда спрятал. Неплохое место, потому что, ну, ты видишь, как получилось? В тоннеле Антон тоже хитрожопый спрятать машину вздумал. Мурлан. В этом... Короче, я поносовал машины в кусты капец какой-то. Одни кусты. Пойдем за другой машиной. Хотя мы все машины спрятали. За какое? Все, можно начинать. Все машины спрятаны. Посмотрим вообще, получится ли найти сегодня хоть какую-то машину. Все машины мы спрятали. Территория огромная. Есть всего 3 минуты на поиски. 3 минуты, 3, 2, 1. Время пошло. Это будет жесть. Пацаны, мне кажется, это будет нереально сделать за 3 минуты. Потому что, ну... Я не знаю. Я ни одной тачки не видел. Вот, то же самое. Территория очень большая. Мне кажется, что я видел, в общем, я наблюдал, что кто-то ехал, вот. Но именно факт того, что запарковал, не запарковал, вообще я хз. Ну, плюс того, что сверху нам видно вообще все. Это, как бы, большой плюс. И тут можно... Да, все прятали в кустах, как крысы, да? Да, конечно, конечно, играли, вот, исходя из сегодняшней практики. Так, ну, за этой дороги же выезжать нельзя было, поэтому ехать, лететь-то смысла нет. Это хуже, чем в городе. О, я нашел одну тачку. Да, я думал, что на самом деле будет легче, чем в городе. Потому что, как бы... Я одну машину нашел, эй. Я одну машину нашел. Лечу дальше. Что за машина? Что за машина, не скажу пока. Какую машину? Потому что вы заберете тачку и все. По-любому, все ушлепки в горы залезли максимально высоко и в горах понатыкали машин. Чтобы время потратить можно было. Сколько времени осталось? Нет, здесь машин нет вообще. Опа. Нет. Здесь машина есть. Падлы, в кустах заныкали. Что это за тачка? Черная. Надеюсь, что... Да фу, это Данила машина, блин. Данил. Это не моя машина. Данил батит своим тачкой, типа. Я не батил ни фига. У тебя мини-купер? У тебя мини-купер? Ты мой бруистер нашел? Я бруистер нашел, в кустах валялся. Его сверху жопу черную было видно. Где вообще, куда? Время, таймер для меня остановлен, пацаны. У вас есть минута 07, поэтому попутно вам ветра. Машины найдены. Честно сказать, Макс, тебе как легко было? Антон, тебе легко? Мне вообще на самом деле изи, потому что он вообще на витамин. Я нашел черное пятно в кустах. Филиппин нашел 350Z. А кстати, мы тачки друг друга нашли. Да. А кстати, мои машины не нашел никто. Где машина, пацаны? Да, понятно. Слушай, он прям... Ах ты говно! А нет! Не в сточных трубах. А где тогда? Где машина, пацаны? Так, блядь. А, вот она, здорово. В смысле? Слушай, у тебя тачки, на самом деле, очень сильно сливались с этими. Да, у Филиппина тоже сливались. Да, но... У меня не сливалось. У меня вот все... Ну черное, единственное, не сливалось у тебя, да. Вот такие вот машины. Сегодня нас ждет два испытания, поэтому готовимся к ним. И погнали. Ну что, сегодня у нас вот такой вот красавчик Брутус. И сейчас мы подготовим его. Тормоза мы ставим, конечно же, гоночный рывок. Мы ставим боковой рывок. Кузов. Угу, украшения. Нет, не нужны мне такие украшения. Лезвия. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ко мне даже подъехать никто не сможет. Ни спереди, ни сзади, ни сбоку. Тяжелая броня. Установили. Идем дальше. Бамперы. Передние бамперы. Ого. Бампер для арены неплохо. Поставим бампер для арены. Я, кстати, в таком стиле, в стиле апокалипсиса, то машину еще не прокачивал. Это для меня что-то такое новенькое. Задние бамперы. Двигатель. Двигатель, конечно, четвертого уровня. Нас интересует глушитель. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут за глушители? Давай вот такие вот скромные двойные трубы поставим. Крылья. Усиление крылья в тяжелое бронирование. Ставим тяжелое бронирование. Войнот, как говорится, решетка радиатора. Ее тоже. Вау, зубастая решетка радиатора. Это круто. Капец, эта тачка чисто один сплошной лист металла. О, блин. Мега пила. Это топ. Она сможет откидывать врагов далеко и надолго. Основное оружие мы его не устанавливаем, потому что мы им не пользуемся. И неконтактные мины, скользкие мины. Все, прокачка завершена. Давай посмотрим, что получилось. Блин, ну честно, такой машины я еще не создавал. Не видел ее в формате апокалипсиса. Мне она нравится. Ох, рог такой обломанный. Прикольная машина. Мы готовы. Будем выезжать. Дерби. Первый раунд. Играй на трех побед. Три, два, один и поехали. Антон, ты на кого там бычишь? Я все видел, Антон. Я на всех быч. Я на вас быч. Маленький, маленький, большой бегемотик. Бык, посмотри, быкуют. У Филиппина опасные мины. Они вырубают тачку. Это эми мины. Да, да, да. Что произошло? Пока, Макс. Нет, пока? Конечно, Максим. Ты думал, я такой... Ля, 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 еди. А тут мои мины, Макс. Иди сюда. Иди сюда. Кофеньки. Слышь, смотри, насрал там. Ущет жук какой. Куда ты по... Не, конечно, я не знаю. В смысле мины не сработал на тебя? Жесть, пока. Ну что, второй раунд у Филиппина есть один балл. И мы продолжаем. Поехали. Как говорили в прошлых играх, очко, а не балл. Очко. У Макса есть очко. Что такое? У Макса есть мины, и он ими будет спамить, походу. Хотя это не очень. Пацан, давайте чисто босс вы деретесь, а потом я кого-то из вас убиваю. Слушай, давай-ка мы на тебя сейчас пойдем. Босс обсос. И тебе жопа будет. Тут столько мины, вот езжу к пиаминному полю и боюсь даже ускориться. Пока, Филиппин. Пока, Филиппин. Он что, мин понаставил? Да ему мин понаставил? Макс, ну чё ж ты такой, Максимка. А ты как? Нет, тут... Да как ты выжил-то? Чё ты отворный? А теперь вместе с собакой. Отрубили меня, отрубили меня, отрубили меня, отрубили меня. Я на свою же минку наступил. Тут все на свои же минки наступают? Нет, нет. Ох ты, дурачок, Филиппин, ты же погибнешь. Таём. Таран, таран. Две, как плохо. Тадададад. Падай. Ей. Иди в жоп. О, а что на очко? У тебя очко, у меня 0 баллов. Ой, Филиппин, зря ты поехал на него, мне кажется, сейчас проблемы будут. А чего вы не едете, пацаны? А что там в углу? Там ещё Филиппин есть. Мне как бы с Филиппином сначала разобраться, а потом с тобой. У Максима как говорится, плохие минусы, но его бояться вообще надо, на самом деле. Бояться надо. Что? Что нафиг? Мама, мамочка, мамочка выехала, большая мамочка. Крата срывается на корнишоне, сука. Следующий раунд у всех есть, у Филиппина одно очко, Антон одно очко и у меня один балл. Три-два-дин, начинаем. А что, ко мне поедет кто-то, а? Ведём, ребята, историческую, как говорится. Историческая фигня? Пойдёте ко мне, пацаны. Давайте, давайте воевать, смотрите, какой красивый. А что ты стоишь? Завлекаю, пацаны, завлекаю, давай. Странная война у тебя какая-то. Да, сука, сука, тихо, 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 тихо. Пока. Врубайся. А что так сделали? А может ты заведёшься? Он уже едет. Он уже едет. Больно делать. Блин, у него там это, иди сюда. На тебе. Чисто впечатал. А Филипин, ты пробахнулся? Да. если перевернется на колеса я воспользовался ситуацией филиппину понравилось такой же блин филиппину вполне мне кажется ситуация понравилась нет я в этот момент мог матикой пользоваться есть один балл у меня еще 321 пацаны новый раунд туда него два очка у меня одна победа пользуется нельзя так он понял мне все можно сделать а тебе ничего нельзя давай 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 но гадим но я отсюда вылезу давай попробую только надо контроль минс их поставь очень реально вылезет прыжок-то не прыжок антон минус давать нас давай давай я как радиорту это у меня интерес я понял ты хотел красиво себе улетел сам отлетел у меня . просто мышка какая-то наружка и что сказать что тут делать это данил да это дерби за мной ура идем в течение испытания так гонка 2 это что за хрень произошла можем использовать да и понял я понял я видел мне про это никто не говорил я хотел по чесноку но теперь максим не обижайся да сейчас сейчас повоюем что там прыгаешь долбаная блоха иди сюда понимание да не яхо муха антон ты не видел давай скажем что ничего не видел хорошо ничего не видел а куда выезжать тут прямо есть и все вдоль водах антонич там дампа и дампа дампы прыжок так давай давай а он и долетел он уданул надеюсь он тону залетел я долетел я долетел по дороге по дороге или днем на рано на рано сошли обнявшись под дождем но это фиаско я в городе недопонимание в управлении подбибик не тут подбибик не филиппин помнишь ты сделал я тебя подожду по душе отправим в кювет гадства так я же не тебя родного пока нет я тебе говорил у шлёпок нефиг было пихаться так я же не тебя так и я же тебя я же тебя в такое а не гостро катанское незапитывало антон братик ты второй приедешь теперь антон просто спасибо сука нефиг было пихать понял так я же не тебя сука ты зафига там заново к этому водохранилищу ехать нужно да спасибо его чем прикол короче у меня есть это наработка давай давайте поможет может может упасть на меня это ребят прячь и был была такая вот рубрика понравилось видео с вами был кванта филиппины кратос ставь лайки пиши в комментариях как тебе новый режим ну как новый режим новая локация с такая вот необычные джетпаки всем пока до скорых встреч всем удачи всем пока